Я хотел бы ответить только с трех сторон, с организационной, с технологической и с технологической части. В министерстве консультанного проекта прошлого года, и так, говорю, судя, послужилось, что в министерстве психового развития там намочение не только с точки зрения реализации законодательности проекта, а с точки зрения самой технологии, она тоже была в намочении министерства. То есть он в контрольном зоне деятельность в виде психового развития. И здесь мы видим достаточно большой потенциал, в общем, на все свойственные разделения, которые отвечают, в общем-то, за методологию, которая ведет юридически сопровождение на зоне деятельности во всем регионам. И здесь же всегда технологии, технические люди, которые обеспечивают развитие в сторону цифр. И это вот первый аспект. То есть у нас все в одном месте. Люди общаются в различных и тех же моментах, и мы делаем достаточно эффективными, только с точки зрения развития терапевтов, которые есть. С точки зрения методологических, вот Василий Георгиевич совершенно правильно делал акцент, в самом начале своего выступления, что технологии, цифры, это не стременно. И прежде чем понять, как инструмент применять, нам нужно понять, вообще изменить то самое, как он шлет наш аналоговый реальный мир. И здесь, в общем-то, в регионе уже два года велась деятельность на региональном уровне, с точки зрения контрольной обзорной функции. Мы пошли именно по этапности, которая действует в том числе, очень ниже расположения муниципального уровня. Мы пошли в сторону совместной работы с региональным уровнем государственной власти, а с точки зрения, а, в первую очередь, инвентаризации контрольной обзорной деятельности. Понимание вообще, понимание вообще, какая, какие контрольные обзорные функции существуют, и кто за них отвечает, и какая нормативная база существует для того, чтобы их обеспечить. И, в общем-то, в течение вот полутора лет, 17-18 лет, мы очень плотно связаны с региональным уровнем государственной власти, с территориальным учреждением ФАИВов, с приглашением объектов, которым она была в данной деятельности. В общем-то, выработали четкое понимание, как и куда идти, и методологически, и юридически, с учетом лабораторно-геретинга, который мы говорим в 2020-го года, и с точки зрения понимания проблематики, которая есть. В общем-то, уже даже сейчас есть определенные результаты. У нас, например, количество планов проверок с учетом риск-ориентированных подходов по сравнению с прошлым планом, в том числе, с прошлым годом, почти в 4 раз уменьшилось. Вот, в рамках работы на региональном уровне мы видели ряд проблем, и в том числе мы увидели, что на муниципальном уровне вообще непонятно, что цепь не будет. В любом случае, большое количество планов начинают приниматься на Земле с муниципалитетом. И мы приняли решение о запуске пилотного проекта в Баловской области, где мы привлекли именно муниципалитет. И здесь, в качестве пилотных, мы, вот написано, колокол, область, Баловский район, это не случайный выбор, с точки зрения их превращения в неслучайность. Выбор не случайный. Как я уже говорил, что организационная и реализация целевой модели, которая на данной деятельности, и реализация национальной программы цифровой экономики находится в одном месте. У нас есть такое понятие в Калужской области цифрового мозга. Куча кратковая. Оно пошло от реализации концепции проекта «Умный город». Мы увидели, что реализовать этот проект «Умный город» в одном городе, в Калужской области, как столице, не слишком эффективно, потому что у нас есть еще северная часть, город Умницк, там, слышно, в отличие от Сибири, и три района вокруг. Самый промышленно развитый район. Индустриальные парки, особая экономическая зона, крупнейший в Европейской части мультимодельный мистический центр, вузы и присутствие и в Калуге, и в Умницке сотрудной госкорпорации. Вот эти вот все объективные возможности нам бы сказали, что нужно реализовывать концепционный город не в одном месте, а совместно. Калуга, город Умницк и три района вокруг. Здесь будут отрабатывать, в том числе, и с целью отрабатывания связки региональной и муниципальной горы и межмуниципалитетной связи. И вот, ровным счетом город Жоков, он сходит в северную агломерацию вокруг Умницк. Мы, в общем-то, и выделили вот этот проект против контрнатных функций, он все равно, он очень органично связан с реализацией рациональной программы «Суровая экономика». Пошли по той же самой логике, как мы работали на региональном уровне. Собрали большую проектную команду, которая состоит из муниципальных служащих, которые отвечают за вопросы администрационной деятельности, причем за поддержку на уровне глав и главе администрации городов. Сюда мы привлекли сотрудников подразделения Министерства Северного Азии, как и основных экспертов городов. Сюда мы привлекли в том числе и региональных, и федеральных, обучения Министерства Северного Азии для того, чтобы четко понять, что происходит. И вот даже первый проект того, полтора месяца назад, нам удалось, в прошлом бизнесе, брать статистическую сеть, порядка 40 человек присутствовало, ответить на один вопрос. А вообще, какие? У нас есть по 131-му ФЖД, там 17, где-то, с которым не будет людей. И вопрос, а какие у нас они существуют? Какие существуют? В несколько часов, в несколько круглых столов, в рабочих группах было. Результат был очень интересным. По крайней мере, мы что-то все равно от понимания сотрудников, которые на муниципальном уровне работали. Они сказали, что у нас клиник. Что-нибудь там, нечетесь, 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 нечетесь. А в остальном, вроде как, и не оказывается. А где-то было мнение, что это не 2.0.4, ТФЗ, в общем, гражданско-правовые отношения. И здесь мы вот выходим на ту самую методологическую основу, потому что, чтобы перейти к инструменту, цифру, нужно понять перечень, то есть той самой контрольно-надзорной деятельности, которую мы вспомнили, вы для нормативки, в общем, нормативку проанализировали северку. И здесь, в общем-то, впереди мы, как раз, не будем заниматься, смотрим уже на технологии. Что касается технологической... Теперь переходим к непосредственным технологиям. В рамках вот этого пилота, реализации пилота по конкретному самоправлению, в рамках деятельности и деятельности, которую мы видим на региональном уровне, мы четко осознали и поняли о том, что мы будем работать с КПМ. Да, мы проанализировали наличие других систем, мы увидели, что в органе государственного власти на региональном уровне существует порядка еще двух десятков информационных систем, где-то федеральные системы, где-то ведомственные системы. И мы четко понимаем, что мы хотим добираться северной системы, добираться северной системы в ТОРП-лендии. ТОРП-лендии, это, наверное, с точки зрения, почему выбрали, проект уже озвучивали, да, те же реализованные были, но один из основных реализованный, так эффективный, мы не тратим деньги сейчас на создание дополнительной информационной системы, мы не тратим ресурсы, которые и так велики, и их нет, на то, чтобы создавать тезы, анализировать, в общем-то, какие бизнес-процессы существуют, для того, чтобы создавать свой дополнительный ресурс. Но, тем не менее, у нас есть, например, порядка 17, ну, порядка 27 систем, которые мы просто говорили, что задача на региональном уровне провести инновидизацию этих систем, понять, какие бизнес-процессы, или какие данные. Здесь мы в разных проектах, которые по проекту, на региональном и спальном уровне, видим, в том числе, цепь поставили перед Министерством Слова-процессы, создать реестр данных региональных принципов по конкурсу на региональном уровне действия. То есть мы уже здесь, в том числе, как я уже говорила, мы начали, мы преследуем вопросы перехода к управлению основой данных, на национальной системе основной данных. У нас есть свой региональный сегмент по конкурсу на региональном уровне. Здесь это тоже очень важно, потому что мы сейчас не понимаем, где данные используются, они используются только в бизнес-процессе конкурсационных деятельностей, где какие-то показатели живут в других системах, в других отчетах за конкурсу на региональном уровне. Это, в том числе, одна из задач реестра данных по конкурсу. Вот эта картинка, которую вы сейчас видите, где-то пока на уровне тех задач, которые мы решили, первая способность, гипотеза, как бы нам виделась работа по по информатизации работы админаторной деятельности. То есть в любом случае ТОП ДМД, в любом случае интеграция существующих основных систем, коллеги все предоставлены и комфортно будут работать с точки зрения получения информации и восприятия от нас требований, которые мы уже находим. Мы здесь, вы видели, как вы говорите, по поводу вашего проекта. Да, действительно, это много вещей. Понятно, что там все-таки достаточно ограничено, там, по-моему, это будет. Тем не менее, в рамках того же проекта муниципального мы договорились с годом удовольствием, чтобы мы на тех существующих возможностях в городе будем, в том числе, делотировать этот интернет вещей в целях, которые нам нужно у нас. Там вопросы, как мы сейчас по крайней мере дали, на этой стороне видим, больше вопросов с организационно-юреническим, между тем, что существует. Там вопросы, в том числе и получение данных федералов, вопросы, просьбы, которые мы сейчас анализировали по рамкам деятельности, по управлению данными. Вопросы каждого. Кто может сказать, что такое государственное? Кто может сказать, что мы с вами? В юридических и медитарных степени. И вопросов. Очень много. У нас пока нового уровня в городе, я же вам, наверное, по-другому, как я говорил. С одной стороны, я подписывал документы, письма по августам, передавая данные, которые мы собираем с земли. И тут же я, как-то в месяц, подписывал еще одно, чтобы с кого мы стали получить фактические данные. Здесь много еще вопросов. И тем не менее, мы, видимо, будем пилотировать данные вещи, в том числе и возможность интеграции этих данных в ТОР. Вопросов пока сейчас очень много, и все это нам нужно призывать. Но, тем не менее, это есть, и мы будем делать. С точки зрения взаимодействия с объектами, которые на зоне деятельности, мы бы все-таки в наших первичных видениях видели бы использование ПБУ. В общем-то, в виде подробности, на вопрос условий, формат, или иметь там два аккаунта, в тех системе, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе. Но в наших делах, я думаю, что человек, организация, которая является ответом к турнировой деятельности, заходила по единому в одину пароли и увидела, по крайней мере, все планы от своих параллеров, план подоиграться с самым инспектором, условно говоря, и да, естественно, проходить. Когда он отобрался, например, те данные, которые спрашивают, и человек через листы, и предварительно, до еще планов проверки, может поиграться с системой и увидеть, что у него не так, что у него не было хорошо. Вот наше линия такое. Мы готовы, я вам с Олегом обсуждать, на региональном уровне, на федеральном, и в ближайшее время вопросов для анализа той системы, пожарной мажорной программы, как организовывать, и в ближайшее время для того, чтобы посмотреть, насколько быстро, насколько дешево, и для затраты можно было бы интегрировать те системы. Спасибо. Спасибо, Александр Валерьевич. У нас финальный докладчик. Вы, Андрей Валерьевич, директор Фудобу и НИВАСРОД. И он как раз расскажет нам немного более технически, что, каким образом мы будем делать нашу платформу контроль надзорной деятельности, технических принципах, она будет основана на этом. И, Андрей Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. И, Андрей Валерьевич. Я думаю, что, какой вывод можно сделать? Система живая. Система состоялась. Готовая. А, ну-ка!